По народному календарю 2 февраля Ефимов день. Если в этот день мела метель, метели ждали и весной. Если в полдень светило солнце, предсказывало дождивое лето. Если дул ветер, весь год должен был быть сырым. До календарной весны еще месяц, но растение уже чувствует ее приближение. День стал длиннее, солнечных дней все больше. В конце февраля под рыхлым снегом начнут трогаться в рост подснежники, а в середине или в конце февраля начнут набухать почки на сирене. Вот это первое проявление. Немножко начинает теплеть, появляются какие-то дневные оттепели и начинают у деревьев и у кустарников набухать почки. А первое самое наглядное проявление это на вербах, на иве появляются, ну как называют, барашки, сережки цветочные, вылазят из цветочных почек. Вот это самое такое яркое, заметное проявление. Если днем тепло, на снегу можно уже увидеть и насекомых. Это комар-звонец, в народе его называют мотыль. Они выживают даже в морозы, там где есть открытая вода, родники, например. В этом году я ходил на крещение и при температуре минус 22 градуса я собирал свободно ползающих вот этих комаров на поверхности снега. У них очень необычный механизм защиты от такого лютого мороза. В их гемолимфе содержатся криопротекторы, вещества, которые препятствуют замерзанию. Чувствуют приближение весны и еще одни беспозвоночные веснянки. Эти насекомые готовятся вылетать из крупных водоемов. Чем больше теплых солнечных дней, меньше пасмурных, тем быстрее появятся эти предвестники весны. Орнитологи говорят, первый признак приближения весны – песня большой синицы. Еще одна примета приближения тепла – ворона с веткой в клеве. К началу весны эти птицы строят гнезда.